Стресс – это не то, что с нами случилось, а то, как мы это воспринимаем. Возникает проблема с психосоматикой. Действительно, в последние годы, десятилетия даже, я бы сказал, на людей обрушивается такой поток информации, особенно негативной информации, особенно на тех людей, кто смотрит телевизор, что люди действительно перестали быть и усидчивыми, и трудолюбимыми во многом. Какие продукты питания мы могли бы посоветовать для снятия психологического напряжения, для того, чтобы организм человека как-то мог адекватно реагировать, чтобы он получал незаменимые вещества, которые необходимы в работе мозга, и чтобы он не ощущал дефицита этих веществ. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь какие-то для веганов ограничения по тем компонентам? Из какого сырья всё-таки, чтобы люди знали, ну, кто по этическим соображениям веганок? Самое интересное, что мы начали получать уникальные результаты. Люди начинают писать стихи, люди начинают вспоминать стихи, люди начинают восстанавливать в памяти какие-то фрагменты впечатления. То есть уже огромное количество отзывов, и мне было бы интересно, чтобы наши с вами, слушатели, которые попробуют, поделились со своими результатами. Добрый день, Юрий Андреевич. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Мы давно с вами не выходили в эфир. Наши слушатели уже ждут и меня, просят, и вас просят. Сегодня я хочу предложить поговорить вам на тему, очень важную для всех людей. Эта тема называется «Стресс. Работа центральной нервной системы». Ну, естественно, возможности мозга. То есть возможностей мозга у нас много. Это и возможность к запоминанию, это и возможность к адекватной реакции. Сейчас, кстати, весь мир стал неадекватен немножко, я думаю, вы согласитесь, да? Я думаю, даже много и практически везде, да. Поэтому нам надо обязательно дать людям какой-то инструмент для того, чтобы они могли улучшить свои когнитивные способности, потому что потоки информации, которые идут на нас, они практически невероятные. То есть вот у вас мозг работает с такой скоростью, я вообще ни одного человека в жизни не встречала, кроме вас, это даже без лести, чтобы была такая скорость мыслительных процессов и такой объем оперативной памяти. Большинство людей не могут поддержать даже самые обычные механизмы. Поэтому очень важно, чтобы мы дали им какой-то механизм, чтобы они могли работать. Да, я предлагаю нам поговорить об этом, тем более, что мы в Карловом клубе Академии здоровья разработала программу очень хорошую, мы ее опробировали достаточно долго, и сейчас получаем совершенно уникальные результаты. У нас тут недавно женщина одна сказала, что она в 75 лет вспомнила стихи, которые она читала на линейке в детстве. Вот я потом расскажу об этом немножечко поподробнее. И есть, в общем, инструменты, которые позволят. Итак, я сначала пройдусь по механизму, а потом мы с вами подключимся. Итак, что такое стресс? Стресс – это не то, что с нами случилось, а то, как мы это воспринимаем. Нам не следует бояться стресса, его не бывает только у мертвых. И поэтому стрессом надо управлять. Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни. Вот это сказал Ганс Селье, это один из основоположников теории стресса. Поэтому, в принципе, не страшно, что есть стресс. Страшно то, что мы не можем управлять. Вообще, стресс бывает острый и хронический. У стресса есть стадии, первая, вторая, третья. У стресса есть положительные, отрицательные качества. Есть позитивный стресс, который называется эустресс. Есть негативный стресс, который называется дистресс. И у него есть два влияния. Вот первое – он влияет на зону психологии. Человек становится очень раздражительным, неспокойным. Что он не может делать то, что запланировано. Что он начинает испытывать потребность в алкоголе. Потребность в отношениях каких-то таких, ну, сильно его сберегающих. Что начинаются различные объяснения, почему он так не делает. В общем, короче, огромное-огромное количество психологических проблем. Но, как выяснили ученые, это не самое главное. Самое главное, что стресс бьет очень сильно по физическому телу. И это реакция тела. А вот реакция тела, так как я терапевт, а не психолог, собственно, да, и мне очень важно здоровье физического тела, то я хочу немножечко буквально сказать, что как стресс воздействует на физическое тело. Ну, во-первых, частые болезни, снижается иммунитет, расстраивается половая функция, возникают головные и желудочные боли, может возникнуть язвенная болезнь, ухудшается сон, потеря аппетита, возникают излишние предпочтения в еде, то есть человек не может никак подобрать, что ему вкусно, что ему невкусно. И еще много-много различных изменений. И, по сути дела, возникает проблема с психосоматикой. То есть, что такое психосоматика? Психосоматика – это термин, принятый в медицине для облизнения такого подхода к различным болезням, которые придают очень большое значение именно психологическим вопросам. То есть, это роль психических и эмоциональных факторов, которые потом очень сильно действуют на соматические заболевания. То есть, смотрите, психо, стимул, ситуация, реакция мозга, нейромедиаторы, гормоны, эмоции, реакция тканей, повреждение органов и болезни организма. То есть, из психо переходит проблема в соматику. И вот на сегодняшний день в классический список психосоматических расстройств входят следующие заболевания. Вот это уже серьезно. Нейродермит, сахарный диабет, язвенная болезнь, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца, язвенный неспецифический колит, эссенциальная артериальная гипертония. Это называют большой семеркой психосоматики. Но, кроме этого, еще около сотни заболеваний различных, которые сейчас находятся в стадии исследования. Поэтому мы можем на все эти заболевания подействовать через зону психического состояния и через работу мозга. И, как всегда, наша схема питания для долголетия мозга. Значит, в чем она заключается? Вот смотрите, продукты питания, и мы сейчас об этом с вами поговорим. Специи, и мы сейчас тоже с вами об этом поговорим. Травы различные, мы тоже об этом поговорим. И биологически активные добавки. Безусловно, есть медицина. Но медицина, она вся находится в зоне транквилизаторов, в зоне противоэпилептической, в зоне антидепрессантов. Вот давайте с вами посоветуем несколько продуктов каких-нибудь, вот с вашей точки зрения. Здесь мне очень интересно уже ваше мнение как специалиста, да? Потому что я все-таки специалист больше по нутрицептике, по биологически активным добавкам. И вот мне интересно ваше мнение по продуктам питания. Какие продукты питания мы могли бы посоветовать для снятия психологического напряжения? Для того, чтобы организм человека как-то мог адекватно реагировать, чтобы он получал незаменимые вещества, которые необходимы в работе мозга, и чтобы он не ощущал дефицита этих веществ. Потому что человек ведь не понимает, что он в стрессе, по сути дела, да? Ему хочется алкоголь, ему хочется жирного, сладкого, ему хочется огромное количество всяких вещей, которые, там, это соль может быть, много соли, много сахара. И, по сути дела, наверняка есть какие-то продукты, которые могут улучшить питание мозга. Ну да, конечно. Но я хотел бы вначале сказать, что действительно в последние годы, десятилетия даже, я бы сказал, на людей обрушивается такой поток, поток информации, особенно негативной информации, особенно на тех людей, кто смотрит телевизор, потому что оттуда идёт непрерывный поток с одного каналом на другой, жизнь потом плюс ко всему ускоряется, и этот темп ускорения, вот эта гонка потребления и так далее, всё усиливается, что люди действительно перестали быть и усидчивыми, и трудолюбимыми во многом. Им буквально надо в интернете, в тот же YouTube-канал, там видеоролик более 5-7, ну максимум 10 минут, уже многие не смотрят, уже даже злятся о том, что он длинный, если он уже 15-20 минут, что надо короче. Всё хотят ускорить, ускорить до предела. А это естественный стресс для организма тоже. Вот такая гонка и потребления, и информации. Люди уже не способны её воспринимать. И действительно, у большинства людей уже не хватает питательных веществ определённых, которые необходимы для вообще нормальных биологических всех процессов, в том числе связанных с головным мозгом. Конечно, здесь первую роль играют не только жирные кислоты, которые врачи обычно говорят, и некоторые витамины типа Е, А и так далее для работы мозга, но и минералы. А самая большая проблема современного мира в плане питания – это дефицит микроэлементов, которых в природе уже в почве практически мало, потому что сельское хозяйство интенсивно уже 100 лет, больше даже работает, вытягивая из почвы с плодами. Все, не только макроэлементы, которые можно поставить в почву типа кальция, магния и других, так сказать, а микроэлементы – литий, кремний и прочее. И, соответственно, здесь уже действительно не обойтись современному человеку, если мы говорим о желании и качественней жить и дольше, иметь светлый разум, без таких, например, даже дикоросов, как сныть, крапива, прекраснейший, кстати, сныть и для суставов, очень хороша, не только для работы нервной системы. Но и, конечно же, например, таких известных продуктов, как брокколи, которые, в принципе, каждый человек практически имеет возможность в пищу потреблять, обязательно зелени как можно больше, например, руккола, укроп, петрушка и так далее. Говоря о каких-то специфических веществах, ну, тут, конечно, есть об адах, наверное, Ольга Алексеевна расскажет сейчас сама, потому что... Мы потом обсудим это. Потом обсудим. По питанию, по средствам и по травам. Вот, по травам я скажу это отдельно. Я хотел бы только немного, поскольку мы уже перешли вот эту тему стресса, немного вернуться и сказать пару слов о стрессе. У меня есть отдельное видео. Мы его потом разместим здесь. Люди, кто захочет, посмотрят. Так вот, ещё академик Ланг практически 100 лет назад прекрасно говорил, как лечится та же артериальная гипертензия, а основной её причиной являются именно предпосылки к ней, именно стрессовые ситуации, потому что при стрессе происходит спазм, спазмирует гладкая мускулатура. И вот эти гладкие, гладкая мускулатура, например, мышцы, которые окружают артерии, артериола, микроартерии, да, они спазмируют, сосуд пережимается, давление, естественно, организм увеличивает, чтобы тот же объём крови за единицу времени, да, сердце дошёл, да, миокарда, питающая сердечную мышцу, это первым делом, и главное, головной мозг. Он контролирует этот процесс, поэтому тот же академик Ланг что говорил, нужны седативные препараты, такие как валерьянка, известные с древних времён. А что сейчас врачи назначают? Гипотензивные препараты, которые как раз ничего принципиально не меняют, потому что от них не уходит стресс, и мышцы как были спазмированные, так и остаются. Вот поэтому, кстати, вот это вот такое серьёзное заболевание, которое люди, ну, не совсем правильно, даже врачи многие называют гипертония, потому что гипертония – это гипертонус, это спазмированные мышцы, это гипертонус сосудов от спазмированных мышц, а именно артериальная гипертензия, правильно и грамотно говорить, имея в виду о повышенном давлении. Так вот, оно является следствием пережатых сосудов, которые пережали спазмированными мышцами. От чего? От стресса. И поэтому именно, ну, не простой приёмом валерьянки, да, о чём люди могут подумать, два-три раза там в день, или когда стресс, а у него была чёткая методика, даже по лунному календарю. Это академик Медицинской Академии Наук, и, соответственно, вот это то, что я рассказываю, очень подробно, кстати, в своей лекции, гипертония, часть вторая. Вот, это говоря о стрессах. Конечно, надо избегать их в своей жизни, насколько это возможно, потому что извести себя можно, и, естественно, при этом выделяется и с потом, и, так сказать, на потребность биохимических процессов, когда стресс происходит огромное количество витаминов, минералов, которых не хватает. Очень здесь важный витамин В12, например, для нервной системы, и, кстати, кровеносный, который является очень важным, да, компонентом многих биохимических процессов, и поэтому, вот, кстати, говоря о нём, а В12, напомню, кто не знает из наших зрителей, синтезирует только исключительно кишечная микрофлора, и либо человек с пищей получит его, где в пище есть этот витамин, либо уже там есть более... Ну, это долгий отдельный разговор, я бы не хотел сейчас про это говорить, то есть, скажем, в растительной пище действительно В12 на самом деле нет, хотя, говорят, спирулиний он есть, и даже на этикетках пишется, что вот, по крайней мере, у дикой спирулины, природной, В12 составе есть. На самом деле, скорее всего, это не тот, потому что он синтезируется, ещё раз подчёркиваю, только бактериями, поэтому в теле животного он просто накапливается, как и в нашем, но кишечная микрофлора толстого кишечника его синтезирует действительно в больших количествах. Другой вопрос, почему у человека, у одного он всасывается всё-таки, его достаточно через кровь, он проникает во все клетки организма, накапливается в печени, ну, а у до кого-то недостаточно. У меня есть на эту тему лекция В12, но, а говоря о травах, которые могут успокоить человека, если он пребывает в стрессе, вот тут важно сказать, известные многим, во-первых, такие, как пустырник, валерьянка, например, вот, есть и препараты, кстати, сердечные, почему они и применяются при стрессах также, да, это корвалол, например, ну, и все сердечники, в принципе, это знают. А вот, говоря о лекарственных растениях, тут можно сказать, да, и перевести несколько, ну, например, та же лаванда, кстати, мало кто знает, что лаванда, может быть, Ольга Алексеевна, вам тоже это будет интересно, да, эфирные масла лаванды, принимая их по определенной, очень маленькой дозировке, речь идет буквально про несколько капель, они убивают бактерию хеликобактер, это единственный, самый экологичный, самый безопасный, нехимический способ, как уничтожить в организме вот эту бактерию... Не знала. Вот, вот, да. Браво, не знала. Сейчас огромная проблема хеликобактер, причем хеликобактер вызывает такие серьезные воспаления в желудке, в кишечнике, что практически у человека серотонин вообще перестает вырабатываться. Возникают прыщи, то есть огромное количество повреждений на коже, потому что вот мы обследуем, приходит человек, мы его обследуем, не можем понять, что такое, а потом бац, хеликобактер, убираем его, и у него кожа прочищается. Вот, а убрать можно лавандовым маслом по определенной схеме всего за два месяца, и многие проблемы в связи с этим уходят. Ну, просто некоторые слышали, наверное, о том, что даже Нобелевскую премию дали за открытие, что именно хеликобактер является главной причиной по возникновению язв желудка, ну, и, соответственно, как в дальнейшей уже стадии, вплоть до онкологии, да? Поэтому, естественно, вот эта проблема, которая, кстати, решается, еще раз хочу сказать, в природе абсолютно есть все средства, если бы только человек не забыл эти старые знания, знал бы, применял бы, потому что это логично, это законы диалектики, если бы в природе не было бы всего, что только необходимо для того, чтобы решить любую проблему со здоровьем, или по-другому, скажем, быть здоровым и не болеть, то не было бы и природы, и нас с вами. Это законы логики и диалектики. Поэтому есть все. Только мы забыли, мы наплевали, мы надеемся на медицину, и главное, знаете, на что? Что за нас кто-то сделает, врач сделает за нас, там, терапевт, психиатр уже теперь, мы без психиатра, многие люди современного общества. Аналитики, психоаналитики. Психоаналитики. У меня есть даже стихотворение, да. Да, на эту тему даже есть стихотворения про психоаналитиков, но по ссылочке дадим, кому это интересно, тот прочтёт. А говоря о растениях, кстати, которые помогают снять стресс, да, успокоить нервную систему, очень хорошие. Это и герань, например. Кстати, многие в школах, старые учителя, вот старые школы, они знали, что если на школьных, вот скажем, классах, в школьных классах, на подоконниках много цветов герани, в большом количестве, то ученики практически не шумят. Это подмечали старые, опытные, ещё старые советские школы учителя. Вот это тоже я очень хочу рекомендовать. Вот герань, да. Был стишок такой, слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань, да. Ты попробуй, очень вкусно, будто лист жуёшь капустный. Кстати, герань съедобное растение, кстати, очень полезное. Потом, роза та же садовая, почему, так сказать, действительно вот в розариях, да, человек успокаивается, не только, что она приятна на вид, но и по обонянию. И ведь, кстати, ароматерапию никто не отменял, и это, ну, факт, по крайней мере, даже если кто-то и будет отменять, как вот про лечение травами некоторые уже пытаются, так сказать, что-то возражать, то это же факт есть. Как гомеопатии лечат, это действительно так, в том числе. Вот, поэтому мята, лимон, вообще все цитрусовые, и особенно цветение, когда идёт цитрусов, это великолепное, тоже успокаивающее средство. Ну вот, ну и хвойники обладают, хвойные леса, это тоже многим известно, такими свойствами. Поэтому, например, хвойный коктейль очень полезно делать. И тогда берётся блендер, вода наливается, определённое количество хвои, еловой, молодого поросли последнего вот этого года, свежей. Плюс ко всему, лимона немного, мёда для вкуса, и это всё в блендере взбивается, отжимается, и вот таким образом пьётся этот хвойный напиток. Он очень полезен, ну, от очень многих проблем, в том числе улучшает память, кстати, улучшает работу сердца и вообще кровеносной системы. Вот такой, например. Да, кстати, стресс ухудшает всё, и память, и реакцию, и обучаемость, и сон, и отношения, и половое влечение. Стресс, практически вводя в спазм сосуды, меняет весь гормональный статус человека. То есть, ведь стресс вообще, если два, две собаки встретились в лесу, или, например, два медведя, да, то выделяется резко адреналин, спазмируются все сосуды, чтобы не было периферического кровотечения, да, и животное не чувствует ни боли, ни опасности, то есть, оно может бежать многие километры, не истекая кровью. То, собственно, вот этот спазм сосудов периферических, он и предназначен для того, чтобы сохранить животному жизнь. Чтобы минимизировать кровопотери. Конечно. Да. Но дело в том, что когда поссорились два человека, ну, например, на работе, там, или ещё где-то, опасности реальной для жизни нет, но организм воспринимает это как тяжёлый стресс, и он делает точно такой же спазм. А как мы знаем, адреналин не выводится из организма просто так, уходит в основном слеза, пот и моча, да, и в результате получается, что человек, не используя ни патагонные травы, ни мочегонные, ни различные, значит, релаксирующие какие-то чаи, допустим, да, он сохраняет в себе этот адреналин очень-очень долго, и адреналин, его уничтожить невозможно, он начинает курсировать по организму, вызывая хронический микроспазм периферических сосудов, вот, собственно, этим стресс и опасен. Поэтому, безусловно, чтобы быть стрессоустойчивым, мы же говорим не просто, как снять стресс, да, а мы говорим, как оставаться в ресурсе, как укрепить память, как сделать так, чтобы мозг перерабатывал огромные пласты информации, чтобы он не уставал, чтобы человеку невозможно было вывести из себя, что называется, потому что люди нервные, то есть они просто вообще до предела, то есть человеку ничего нельзя нигде сказать, ни в автобусе, ни на дороге, выскакивают из машин, я не знаю, там стреляют и дерутся, то есть это такого уровня агрессивности не было даже, ну и 20, и 30, и 40 лет назад, все равно люди были как-то спокойнее, сейчас просто какая-то невероятность, подростки какие стали жестокие, то есть какие разборки идут, начиная прямо там, я не знаю, с пятого класса, то есть это ведь очень несет серьезную опасность, потому что люди неадекватны становятся. Ну это воспитание, это формирование, вот общество, вот это программы, установки, то есть направленные через средства массовой информации для того, чтобы люди не дружили, чтобы не общались, чтобы фактически были управляемые люди, управляемые очень примитивными на самом деле методами, беструктурный метод управления называется это, чтобы люди неразумные были, да, которые, так сказать, могут анализировать, чтобы они боялись все время, которые были на эмоциях, исключительно на эмоциях, низших примитивных инстинктах и так далее, для такими людьми очень просто управлять, и причем люди сами не будут понимать, что ими управляют, они же гордецы, они, так сказать, надменны, но они совершенно это не думают, они думают, что тот мир, в котором мы живем, со всеми, кстати, не только полезными ее проявлениями современной цивилизации, но и очень вредными, они считают, что это абсолютно естественно, нормально, вот сколько сейчас защитников Wi-Fi существует, у меня есть лекции, где аналитически и на цифрах доказывают о безусловной, ну, скажем, пагубе Wi-Fi излучения и вообще СВЧ излучения, но сколько, особенно молодых людей, прям аж с злобой кидаются на защиту любимого Wi-Fi, и ведь не доказывают ничего, а именно злобой только выплескивают свое негодование, чтобы защитить свои привычки, порочные пристрастия, желания любой ценой, даже попрание, вот здравого смысла человеческого, тут что угодно в бой идет, лишь бы любимого себя и свои привычки оправдать, вот это вот недостойно человека, потому что всегда надо через осмысление, через понимание, аналитику, через рассуждение, логическое мышление идти, если этого не происходит, ну, очень резко падает обучаемость, очень резко падает запоминание, то есть люди не могут держать рабочее напряжение, то есть им надо обязательно какие-то алкоголь, там сахар, то есть огромное количество сахара поедают, потому что сахар, кстати, тоже очень серьезный вред наносит организму человека, стимулируя выработку быстрого такого адреналина, потому что это же топливо для мозга, и вот исследовав это все, вы же в курсе, что мы последние полтора-два года занимаемся в основном программами мозга, да, и у меня начитано тоже очень много вебинаров и по мозгу, и по настроению, и по паническим атакам, по болезни Альцгеймера, которая сейчас угрожает, ну практически всем и каждому, потому что ее назвали сахарный диабет третьего типа, да, в связи с этим мы разработали программу, мы назвали эту программу Mental Force, то есть сила мозга, и она достаточно комплексная, и я в нее заложила очень серьезный алгоритм, то есть алгоритм волшебной молекулы интеллекта, которая называется ацетилхолин, что это такое, что она включает, ну во-первых, программа включает три этапа, 30 дней, по 10 дней каждый этап, и в нее входит 20 с плюсом активных ингредиентов, и 8 самых базовых таких продуктов, в которых нуждается мозг человека, я сейчас коротко на каждом этом продукте остановлюсь, и мы с вами сможем этот вопрос обсудить, просто для интереса, поскольку я не знаю, наверняка туда входит, да, и Ку-10, Ку-энзим, и может быть трептофан, да, минокислота, может что-то так сказать, нет, Юрий Андреевич, смотрите, мы трептофан не ввели сюда специально, потому что не все люди страдают плохим настроением, поэтому это у нас идет как дополнительное, Ку-10 мы тоже не ввели, потому что мы сделали базовый алгоритм ацетилхолина, вот я почему и говорю, что она особенная, то есть, давайте, смотрите, чему будет способствовать эта программа, а вы потом скажете свое мнение, вот как аналитик, да, ну первое, улучшение кратковременной долгосрочной памяти, второе, повышение концентрации внимания, третье, гармонизация психоэмоционального фона, следующее, нормализация циклов сна, бодрствования, потому что, если нет сна, то бодрствование тоже становится у нас неправильное, повышенная умственная работоспособность, повышение и обеспечение энергетических ресурсов головного мозга, то есть, человек, ведь он не понимает, что он в стрессе, он раздражен и рассержен, но, на самом деле, если бы мозг у него имел достаточно ресурсов, то он бы вел себя гораздо спокойнее, для кого вообще создана эта программа? Это комплексное решение для тех, кто хочет улучшить свою память, который хочет быстро обучаться, запоминать новую информацию, который хочет усилить реакцию, который хочет легко засыпать, просыпаться и не страдать бессонницей и сонливостью с утра, который хочет пребывать все время в позитивном настроении, и вот, по сути дела, ведь, ну, согласны, что это нужно каждому человеку, потому что мы не назвали ее противострессовое, именно потому, что люди скажут, а вот у меня нет стресса, у меня все в жизни хорошо, да, но память тебе нужна, нужна спать, ты хочешь, хочу, ну, вот, то есть мы постарались как бы не вставлять чисто, скажем так, корректирующие продукты туда, чтобы люди не могли сказать, ну, вот мне не нужно, я хотела сделать продукт, который нужен всем, вот, и я думаю, что мы в конце с вами выскажете свое резюме, потому что, вот именно, вот вы взяли два суперпродукта, которые надо было включить, но, трептофан, люди скажут, ну, вот детям я как бы не хочу, ну, то есть появятся какие-то группы людей, которые скажут, ну, вот это может быть не для меня, да, а мне хотелось создать продукт именно универсальный, вот смотрите, что туда входит, значит, небольшая совершенно дозировочка гинкобелова, улучшающая мозговое кровоснабжение, входит лицетин, еще хорошая нормальная дозировка, входит таурин и входит спирулина. Смотрите, мы исходили из состава миелиновой оболочки, вот миелин представляет собой фосфолипидные слои мембраны швановских клеток, которые, собственно, обеспечивают нашу память. Вот внутри наши слушатели и, так сказать, могут увидеть, что внутри находятся нейроны, которые соединяются друг с другом, как кабель, опутанный таким вот очень плотным, вот этим фиолетовым, изолирующим веществом. Например, человек хочет что-то запомнить, ну, например, у человека экзамен, там у подростка, да, он прочитал книжку или там две страницы. Нейроны получили впечатление, получили информацию, а памяти нет, то есть миелиновая оболочка не образовалась. И в результате, сколько бы он ни читал, он ничего не сможет запомнить. Сейчас у нас предстоят выпускные экзамены, сейчас у нас предстоят вступительные экзамены, сейчас у нас предстоит огромная нагрузка на людей, которые хотят продолжить обучение. У меня в прошлом году была потрясающая, неприятная история. Мальчик совершенно замечательный, поступал в ГИМО, в Институт международных отношений, долго готовил, создавал ЕГЭ. А вы же представляете, какая стрессовая реакция сейчас у студентов? Это просто невероятное. И вот он сдавал, 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 сдавал. Потом он сдавал вступительные экзамены. Потом он долго ждал в течение месяца, пока его зачислят. И когда его зачислили, он вышел, и он понял, что он учиться не может. Он понял, что он спать не может, ничего не запоминает, ничего не усваивает. И мне звонит его мама, практически в шоковом состоянии, говорит, только если помогайте, умоляю, потому что мы такое прошли для того, чтобы поступить, и у нас ребенок не спит, у него напала бессонница, то есть он не хочет кушать. Он лежит и говорит, я в институт не пойду. Он говорит, как ты что, мы готовились к этому несколько лет. Он говорит, мам, я не могу, я плохо себя чувствую. И мы очень долго выводили его из этого состояния, потому что получился вот этот колоссальный срыв. То есть, но миелин так просто в организме не образовывается. Он образовывается в результате сырья, которое есть. И этим сырьем является холин. Кстати, обратите внимание, только в присутствии витамина В5 может превратиться в ацетилхолин. Я сейчас расскажу об этом немножечко поподробнее. И, кстати, лецитин – это одна из самых удачных, умных, биологически активных добавок, придуманных человеком в 20 веке. Туда входит стеариновая, кислотопальмитиновая, арахидоновая. И вот этот вот уникальный холин. То есть, лецитин, в принципе, это пищевое название. То есть, и оно на слуху настолько, что люди знают, что он бывает из сои, из подсолнечника, разные формы. И любой лецитин, вот он содержится, например, в яичных белках. Но, если человек веган, если человек вегетарианец, если он серьезно занимается именно натуральным питанием, то, конечно, яйца он не будет кушать, ни сырые, никакие. И, соответственно, остается только подсолнечное масло. Но дело в том, что из подсолнечного масла это особое подсолнечное масло. Вот скажите два слова, какое должно быть подсолнечное масло? Понятно, что сыродавленное это во-первых, во-вторых, все-таки, так сказать, сырье экологически чистое, но тут не только, конечно, все-таки подсолнечное, есть другие масла, которые тоже содержатся. Есть, кстати, самое лучшее вообще органовое масло, но дорогое, да, то есть, как бы, ладно, об этом говорить не будем. Кедровое, амарантовое, кстати, которое тоже очень полезно и хорошо здесь можно его тоже порекомендовать. Так же, как вообще на Руси, конечно, когда не было никаких подсолнуков, еще до Петровской, тем более Руси, помимо вот амаранта и, соответственно, отжатого из него масла потребляли что? В основном льняное в северных регионах и кунжутное, да, в южных. Вот, это по соотношению, кстати, омега-3 к омега-6 самая идеальная пропорция 6 к 1, насколько я помню, это вот как раз два вот этих масла. Вот, кстати, я только одну хочу еще сделать такую ремарочку, что также для образования нормального развития функционирования миллионных оболочек необходим еще витамин В12, при дефиците которого... Дойдем, дойдем. Хорошо. Я за основу программы взяла медиатор молодости Ацетилхолин. Он отвечает за скорость и качество проведения нервного импульса, стимулирует позитивное настроение, подавляя страх и гнев, повышает пластичность мозга, позволяет оставаться психически гибким в течение всей жизни и назван ученым волшебной молекулой памяти. То есть вообще Ацетилхолин, у нас в стране про него вообще никто ничего не знает, это просто катастрофа какая-то, а это основное вещество, основной нейромедиатор мозга. Для производства необходимы пищевые жиры, холин из продуктов питания и при недостатке мозг начинает буквально уничтожать сам себя, пытаясь получить материал для формирования дефицитного вещества. И кстати, любое лекарство, начинающее с анти, антибиотики, антисептики, антигистамины и так далее, они разрушают этот Ацетилхолин. Так вот, чтобы лецитин перешел в Ацетилхолин, ему нужен л-карнитин оказывается, аминокислота, предшественник Ацетилхолина, которая дает ацетильную часть в молекулу Ацетилхолина. То есть, мы тоже про это как бы не очень хорошо знаем, но л-карнитин дает синергию действия с липоевой кислотой, вот тоже очень важно, и мы потом поговорим. Тормозит выработку липофусцина, это вещество смерти мозга, да, предположительно является антиэйджингом. Когда принимается с липоевой кислотой, реверсируют возрастные повреждения, митохондрии, вот тоже очень важно. Тормозит развитие болезни Аргеймера, Паркинсона. После 35 лет снижается естественный синтез и выработка л-карнитина. И поэтому, если лецитин идет просто как лецитин, то мы не получаем именно вот эту волшебную молекулу Ацетилхолина. А когда мы взяли лецитин, добавили л-карнитин, добавили витамин В5, добавили альфа-липоевую кислоту, добавили витамин В12 из спирулины, потому что спирулину мы ввели туда, а там и В1, и В6, там и В9, там практически вся известная группа витаминов В. Вы как относитесь к спирулине? Я не только хорошо отношусь, но в своих лекциях, таких как, например, дисбактериоз и так далее, я его обязательно ввожу в программу, совмещая, я даю рекомендации совмещать три уникальных продукта, это фукус, но именно натив формы гелеобразной, обязательно спирулину дикую желательно, да, конечно, и сок пророского пшеницы в виде вакуумных таблеток, ну, у кого нет возможности выжимать, да, и свежий пить. И эта комбинация дает питательные элементы почти все, кроме, ну, разве что, витаминов К2, Д3 и В12. Ну, В12, если будем считать, что спирулине есть, будем говорить, чтобы В12 тоже дает, вот, так что, вот, таким образом, да, я очень хорошо отношусь к спирулине, так что, целиком полностью поддерживаю, более того, вы знаете, Ольга, в спирулине еще есть, оказывается, витамин В17, лаэтрил, это противораковый, противораковый сильнейший витамин. Здорово. Кстати, этот витамин или умалчивается специально, условно говоря, в международных, во всех, скажем так, информационных, либо про него так мало знают, потому что, ну, действительно, косточки абрикос и так далее, да, но если спирулин его можно получить, то я вообще считала бы, что каждый ребенок в России должен был бы получать две таблетки спирулины, ну, хотя бы, хотя бы одну пятую дозы, для того, чтобы у него правильно формировалась центральная нервная система. Меня дети больше принимают, а жена, например, принимает по 12 таблеток спирулина в день, да. 12 таблеток? Изумительные показатели были у ВИЧ-больных у меня на практике, когда один человек ошибся, с чего началось, один человек ошибся, он принимать стал раз в 20-30, больше, чем я рекомендовал, он буквально по 2-3 столовые ложки порошка спирулина, она есть в форме порошка еще, в день, то есть, и при этом он ну, скажем так, как выяснилось потом, он просто был счастлив, потому что, так сказать, никогда в жизни себя так уже, ну, сколько помнит, лет, может быть, с 15, так не ощущал себя. Такой энергетический подъем, ясность ума и так далее. Это белок, это аминокислоты, это минералы, это бета-каротин, это практически вся незаменимая группа. Насчет белков, 60, кто не знает, для зрителей, 68% в среднем белка содержится в спирулине в сухой, причем, включая все незаменимые аминокислоты, то есть, все 8 из 8 незаменимых аминокислот. Потрясающая история. Значит, еще мы ввели туда таурин. Таурин, это вообще волшебная молекула, вот обратите внимание, тоже незаслуженно забыто, за 175 лет изучения таурина было опубликовано 20 тысяч научных работ, 18 монографий и приведено 25 международных конференций региональных. Можете себе представить? И врачи об этом ничего не знают. Вот это просто какая-то, для меня это загадка невероятная. Нейропротектор, нейромедиатор является одним из главных компонентов клеточной системы осморегуляции, принимает участие в проведении нервного импульса, участвует в образовании желчных кислот, нормализует энергетические, белковые, гормональные, электролитные обмены, улучшает мозговое кровоснабжение, когнитивные функции, причем память, внимание, психомоторную координацию, речь, счет, способствует устранению невротической симптоматики вегетативных нарушений, регулирует синаптическую передачу, снимает стресс, мышечное напряжение и восстанавливает энергетику нервных клеток, но плюс к этому это зрение, это диабет, это отечность организма, это работа почек, это еще контроль за огромным количеством вещей. Кстати, таурин это ведь в основном животное вещество, и поэтому веганам, сыроедам, вегетарианцам желательно было бы вот эти вот, так сказать, формы таурина, не являющиеся животными, знать, потому что вообще-то таурин получают из мозга рыб, и поэтому, естественно, может быть, какие-то есть травы, но я не знаю, чтобы в травах был таурин, может быть, вы что-то знаете. А, Ольга Алексеевна, кстати, вот очень важный вопрос для многих зрителей, иногда мы забываем с вами про это вот так я спросить, а вы ответить, давайте сейчас сразу первым делом, вот скажите, пожалуйста, те компоненты, да, включая, вот пока мы дошли до таурина, включая его, из какого сырья, все-таки, чтобы люди знали, ну, кто по этическим соображениям веган, и кто не может потреблять никакие продукты животного происхождения, даже, помните, я вас спрашивал как-то, из чего состоят оболочки, оболочки капсул, вот препаратов, которые продает, поставляет коралловый клуб. Вот скажите, пожалуйста, есть ли здесь какие-то для веганов ограничения в плане этического вот того вопроса, вот по тем компонентам, которые вы уже... У нас компания не на 100% вегетарианская, мы же обслуживаем все население, и поэтому, конечно, у нас есть продукты, которые, ну, например, там, омега-жирные кислоты, безусловно, это декозапиктоеновая, гексоеновые кислоты, это взятые из мозга, но веган может их просто не употреблять, во-первых, приготовлено из растительного сырья, во-вторых, у нас есть даже оболочка, там написано векевый капсул, вегетарианская капсула, да, то есть она приготовлена из растительных элементов, которые, ну, как бы, не желатин, но какое-то вещество такое, которое подобно желатину, да, условно говоря, растительное, поэтому сейчас очень большое количество людей переходят на веганство, на вегетарианство, и даже вот японский один из ученых получил, как бы, премию нобелевскую за то, что он, ну, скажем, веганство, вегетарианство, доказал, что оно ведет к продолжению жизни, что-то он с мышами там опыты какие-то очень серьезные производил, поэтому, конечно, мы стараемся брать растительные белки, и вот все то, что сюда включено, значит, это растительный белок, сюда включена омега, но веган просто ее убирает. А, извините, Ольга Алексеевна, а ведь омега в Коралловом клубе, насколько я помню, выпускалась и из растительного, был такой, да, препарат, из растительного сырья полученный омега-3. Вы знаете, да, у нас когда-то он был, сейчас у нас его нету, сейчас у нас омега, в общем-то, животного происхождения, но, тем не менее, это один из девяти препаратов, и человек может просто его убрать, условно говоря, подарить тому, кому он необходим, потому что, на самом деле, как бы мы не нашли, из чего нам ставить омега-жирные кислоты, потому что в спирулине их не так много, то есть у нас нет второго продукта с декоза-гексаеновой кислотой, которую мы могли бы вставить для пластичности мозга, поэтому в коробку она входит, ну, просто веган ее убирает и все там, несколько блистеров всего, но, во всяком случае, все остальное у нас 100% растительное. Да, Ольга Алексеевна, я прошу по ходу того, как вы будете говорить, если где-то в каких-то продуктах, ну, препаратах, да, будут животные компоненты, любые, вы, пожалуйста, об этом сразу скажите. Да, конечно, вот, спирулина сюда входит, да, причем очень хорошая, высококачественная, то есть у нас спирулина происхождение, которое мы поддерживаем, это был Кристофер Хилл, это был как бы ученый, который поставлял спирулину в Африку в надежде на то, что дети смогут каким-то образом продлить свою жизнь, да, и очень важно, что спирулина очень хорошего качества, L-карнитин, магний и витамины группы В туда входят, Гатукола, вот магний, давайте немножечко поговорим о магнии, да, значит, это уникальный микроэлемент, который, кстати, играет огромную роль и в развитии даже остеопороза, и кальций теряется вторично, а впервые, первично теряется магний, и мы все знаем, что для работы мозга нужна щелочная кровь, 7,4, и очень важно заметить, что магний это расходный материал, и при стрессах расход магния возрастает в организме в несколько раз, но, слава богу, мы магний можем получить из растений, то есть, его там достаточно много, в каких растениях его много? А во всех растениях, которые зеленого цвета, во всех, больше всего, естественно, в зелени, начиная от укроп, петрушки, руколы, крапивы, то есть, снытия любого зеленого растения, вот где хлоропласты, где пигмент хлорофилл, то есть, зеленый пластин, это везде магний. У нас магний, легко усвояемая форма, тауринат и безглицинат, то есть, это магний, смешанный с глицином и с таурином, то есть, это особо такая легкая форма, которая не вызывает поносов, которая очень хорошо усваивается. Кстати, чтобы из краткосрочной памяти перейти в долгосрочную память, в мозге, в нейронах, есть магниевые пробки, и вот эти вот магниевые пробки, они должны уйти, значит, они выходят и как бы пропускают химические вещества, и тогда мы можем сказать, что краткосрочная память переходит в долговременную. Безусловно, сюда включен Коралл Майн, потому что на каждом этапе программы нам нужна щелочная вода, и я думаю, что все люди, которые пьют щелочную воду, они будут очень довольны, потому что сейчас мы получили уникальные исследования. Значит, компания заказала исследование коралловой воды одному из словарских институтов воды, и ведь мы 20 лет не знали, как механизм действия работы коралловой воды, мы знали, что есть легенда, мы знали, что, значит, она работает, мы видели клинический результат, потому что я ведь иду от клиники, я не фармаколог, я клиницист, врач, и мы видели, как она действует, но мы не могли объяснить, мы говорили живая вода, потом говорили щелочная, потом говорили биологически усвояемая, и так далее, и так далее, а сейчас, когда сделали сухую каплю воды, сухую каплю, и посмотрели ее на хроматографических разных анализах, то сухая капля выдает свечение живой клетки, оказывается, остров Окинава, кстати, я завтра улетаю на Окинаву, у нас мастерский состав кораллового клуба, очень жалко, что вы как бы с нами не едете, потому что у вас свой такой вот в общем бизнес, мне очень хотелось бы видеть вас в составе ну как бы делегации кораллового клуба, потому что вы очень много делаете для того, чтобы люди могли почувствовать вкус наших продуктов, поэтому я надеюсь, что в следующий раз вы обязательно с нами поедете, и вот на Окинаве мы посетим производство кораллмайна, и там есть хор, в который берут бабушек только начиная с 90 лет, до 90 лет считается, что они молодые, а вообще у Окинавы очень интересная история, она так стоит, что вокруг нее идет теплое течение, и планктон, который поедает вот эти вот кораллы, кораллы же это хищники, он содержит 2000 единиц особей различных вот этих, то есть это настолько богатое вот это вот теплое течение вокруг этого, вокруг этой Окинавы, что огромная, так сказать, кормовая база, и те аминокислоты, которые находятся внутри этого коралла, который умер уже, может быть, миллионы лет назад, да, это по сути дела, вот и есть основа этой живой клетки, которая при растворении в воде собственно и образует благоприятную среду для жизни, то есть ведь на глубине 300 метров вода точно не живая, там нету жизни, да, а вот коралловый полип является одним из таких, ну как, смеси растений и животных, да, что у него внутри сконцентрирована вот эта вот жизнь, поэтому мы кораллмайн любим, мы его знаем, мы работаем и 20 лет, и уже миллиард человек на планете выпило, пьет коралловую воду, пьет ее систематически, еще 3 или 4 года назад у нас миллиардный пакетик Саше был, поэтому вообще коралловая вода это наш любимый продукт, поэтому безусловно мы во все центральные нервные программы ее вставили. Как организм управляет уровнем кислотности? При помощи магния и только потом при помощи кальция. Кстати, кальция не так уж много нужно в организме, потому что в атеросклеротических бляшках наоборот скапливается кальций, развивается кардиосклероз, да, поэтому калий и магний являются, ну как бы наиболее ценными для организма, особенно вот мне все время, мне почему с вами так нравится разговаривать, потому что мы с вами говорим об одном, мы говорим об органической форме. Именно. Да, именно. И понимаем это прямо каждой клеточкой, что все, что не являлось растением или же не являлось живым растением, да, оно не имеет пропуска в нашу клетку, потому что иначе мы превратимся просто в соляной стол. То есть, потому что организм, у него, он находится на своей пищевой линейке и он должен обязательно употреблять только, скажем, растительное или то, что росло, или то, что преобразовывалось, то, что имела печать творца, вот эта вот живая клетка. Да, я более того скажу, что еще очень важно подчеркнуть, что все минералы абсолютно биологически доступны, так уж в природе есть, так природа создала только в живом виде, то есть в термонеобработанной форме, потому что, вот как мы знаем, воду кипятим, падает в осадок, да, что осадок, а что такое осадок? Это минералы, которые были, структура была иной до термообработки, она изменилась и уже этот осадок, любой врач скажет, можно пить осадок? Конечно нет, почки посадить можно, вот люди и сажают потихоньку, а только в живой, органической, вот этой хелатной, водорастворимой форме, как природа создала полностью усвояемый абсолютно минерал любой, что микро, что макроэлемент, который находится в сложных связях с углеводами, жирами и белками, только так. У экклезиаста было сказано, что и текут наши тела, как вода, то есть что имелось в виду, то есть у нас вода в воде с водой, перегородки, одна вода переходит в другую и так далее, и так далее, и так далее, это все вода, мы это вода, душевленная вода, и поэтому, конечно, нам нужна вода, благоприятная для жизни, с органическими минералами, вот что важно, не просто минералка, там калий, магний, кальций из глубины, а именно та, которая побывала органикой, успела за свою жизнь, усвоенная каким-то образом обработанная хилатная форма. Итак, защита от стресса, магний, туда включается зверобой, витамины группы В, тианин, тианин это одна из аминокислот, которая отвечает за спокойствие мозга, за сон, за усвоение питательных веществ, то есть очень хорошая аминокислота. Тирозин, вот это еще одна аминокислота, которая необходима для работы щитовидной железы. Таурин, омега-3, которые убирают веганы, имбирь туда включен. И липоевая кислота, альфа-липоевая кислота, то есть из этого состоит программа. Таурин, магний, спирулина, л-карнитин, майнсет, это продукт, в котором тианин, тирозин, липоевая кислота, гинкобелоба, минимальные концентрации и, безусловно, коралловая вода. Самое интересное, что мы начали получать уникальные результаты, вот прямо уникальные. Люди начинают писать стихи, люди начинают вспоминать стихи, люди начинают восстанавливать в памяти какие-то фрагменты впечатления, то есть уже огромное количество отзывов, и мне было бы интересно, чтобы наши с вами слушатели, чтобы наши с вами люди, которые попробуют, может быть, поделились со своими результатами. Продукт новый, продукт многофункциональный. Если возникнут какие-то вопросы, я всегда на них отвечу. Вы мне очень часто пересылаете вопросы людей, которые нуждаются в какой-то, так сказать, дополнительной информации. Поэтому я готова работать с каждым, кто принимает эту программу. Пожалуйста, обращайтесь, потому что у вас-то тоже еще пока с ней нет опыта, а я уже чрезвычайно вдохновлена вот этой вот программой. Я очень, да, с радостью вот отнесся к этой новости, вот о этой программе. Я тоже попрошу наших зрителей, кто сочтет нужным, пройти на себе, на своих родителях, может быть, у кого возраст, память плохая и так далее, энергии мало, эту программу, и поделиться с нами своими вот именно впечатлениями, результатами. А будут вопросы, пишите, обязательно адресуем их Ольгой Алексеевной, она ответит. Более того, тут пользуюсь такой паузой и говоря о вообще Коралловом клубе, продукции этой компании, я хочу сказать, что если кто-то из вас, дорогие зрители, захочет не только пользоваться продукцией, но и, например, вести, как сказать, войти в такой клуб, в семью, что называется, в качестве делового партнера, то есть, как это сейчас говорит, бизнесом заниматься, то есть, совместить приятное с полезным, но вдруг кто-то захочет, то, пожалуйста, пишите на мою почту aravanosobakabk.ru я, мы так договорились за кадром с Ольгой Алексеевной, что я лично вас, если вы подписываетесь, да, под меня, а подписка будет под этим видео, то вы пишите, что подписались, ваш номер, и я лично переадресую вас на личную почту Ольги Алексеевны, она уже вам объяснит по бизнес-программе, непосредственно лично она, так что вот имейте в виду, пользуйтесь случаем, если интересно. Но на самом деле, мы ведь с вами в основном занимаемся как бы здоровьем, и нам очень хочется, чтобы люди получили не просто какие-то отдельные фрагменты, а чтобы они получили вот именно такой врачебный алгоритм работы ацетилхолина. Это память, это настроение, это пластичность мозга, это радость жизни, это сон, это обучение, это работа, это получение удовольствия от жизни. Ее можно пить целый месяц, она очень недорогая, она стоит в пределах три, по-моему, шестьсот или три, семьсот, вот что-то такое, то есть на целый месяц, то есть это практически около ста рублей в день, да, даже, даже меньше. А скажите, а насколько рассчитана по времени программа, то есть сколько в идеале месяцев подряд, предположим, человек пьет, и какие дозировки для детей и для взрослых? Дозировки для детей можно делать такие же, как для взрослых, потому что мозг работает одинаково. Значит, дозировки небольшие, там в день идет семь капсул, четыре утром и три вечером, магний на ночь пьется, там, лецитин с утра и так далее, но если человек хочет увеличить дозировки, он пьет двойную дозу, если у него какая-то критическая ситуация, он пьет тройную дозу. Кстати, эта программа может использоваться у людей с заболеваниями центральной нервной системы. Мы начали проверять ее на аутичных детях, получили очень хорошие результаты. Мы начали проверять ее при болезни Альцгеймера, потрясающие результаты, то есть это ведь глубокое поражение мозга, да, мы на студентах ее проверили, результаты потрясающие, у меня племянница экзамены сдает теперь с этой программой, да. Кстати, если человек, допустим, готовится к экзаменам или сдает, и присутствует стресс, можно докупить вот уже грифонию, то, что вы говорили, трептофан, и еще добавочную коробочку лецитина, то есть удвоить дозу лецитина и ввести грифонию. Вообще, можно как угодно ее докрутить, то есть можно добавить аж 500, можно добавить валерьяну на ночь, если кто-то там плохо спит, или там у нас есть ивнинг-формула, да, то есть эта программа, она как базовый кирпичик, от которого зависят вот эти когнитивные способности мозга. А дальше мы можем уже присоединять все, что хотите, и противовирусные, и противогрибковые, и какие-то вещества, связанные с питанием мозга, да, то есть уже есть базовая основа, на которую мы можем что-то накладывать. Вот это радует. Да, я здесь хочу добавить для наших зрителей, что, во-первых, вот те компоненты, та программа, о которой Ольга Алексеевна сейчас говорила, она абсолютно совместима с, во-первых, если кто-то занимается или потребляет курсы фунготерапии, то есть лечебные грибные препараты, абсолютно совместимы, там нет наложения отрицательных, совместимы также с тем, что я сказал, когда вот говорил о лекции моей дисбактериозы, моей рекомендации потреблять фукус, спирулину отдельно, ну, гораздо в больших дозах, и сок проростка пшеницы, это тоже совместимо. Это совместимо с самими проростками, кто занимается проращиванием и потреблением таких проростков, как амарант, кунжут, там, глазёр-навёс и так далее. Это абсолютно совместимо. Более того, в общей системной такой программе это дополнит и усилит действия друг друга, то есть усилит, скажем, воздействие в положительном смысле на иммунитет организма в целом. Да, конечно. Да, конечно, безусловно. Тут входят такие вещества, которые иммунитет поднимут и нервную систему улучшат. То есть многофункциональное. Поэтому мы ещё раз рекомендуем вам попробовать и поделиться с нами результатом. Юрий Андреевич, очень рада была с вами работать. И если у вас есть ещё что сказать, говорите. Да, Ольга Алексеевна, я, пожалуй, нашим зрителям в завершении вот что скажу. Какие есть всё-таки успокаивающие травы, которые и как можно в домашних условиях, просто имея у себя в аптечке, приготовить и что сделать из них. Ну, например, всем известный чай из душицы, прекрасное средство, которое можно практически в неограниченном количестве, имея в виду чай, особенно если совместить его с иван-чаем, с кипреем пополам, прекрасный вариант будет, например, отвар листьев и ежевики. А можно сделать комбинацию по одной трети. И потом уже, соответственно, на пол-литра по буквально 3-4 ложечки чайных вначале, а через месяц можно довести большую дозу, если посчитаете нужным, тут тоже особых ограничений нет, в столовых запаривать. Только общее правило, дорогие друзья, никогда не кипятите травы. Часть питательных веществ убивается. И поэтому я советую всегда это общее правило по травам брать. И вот если рекомендуют столько-то по времени, ну, скажем, полчаса кипятить, то вы просто берите, заливаете в термос этот объём нужных трав водой 70 градусов и экспозицию, выдержку, делайте в два раза дольше. Тем самым и питательные вещества, и эфиры летучие, ничего не уйдёт, и всё останется. И получите пользы даже больше. Это вот общее такое, так сказать, рекомендации. Плюс к тому, если у вас есть возможность приобрести дикий мёд, мёд диких пчёл, бортьевой, да, из колод, и, значит, совместить это вот с этим чаем, в прикуску, что называется, из трав, это будет ещё лучше. Ну, и настойка хмеля, как средство, издревле применяемое в русской медицине, природной, да, настоящей, тоже, так сказать, применяется, так же, как и донник, либо комбинация хмеля с донником, так же запаривается. Ну, вот такие рекомендации я мог бы дать для устранения стрессовых ситуаций, улучшения сна и, соответственно, вот, так сказать, улучшения настроения, и чтобы человек лучше мог заснуть вечером. Ну, давайте с вами прощаться. Время нашего эфира подошло к концу. Мы желаем всем нашим радиослушателям хорошего здоровья и ждите нас в следующих эфирах. Обязательно. Всего хорошего, дорогие друзья. Ольга Алексеевна, до свидания, до встречи. До свидания, до встречи. Продолжение следует...